Её ходу нучё она врезалась в лобовое и всё, и сейчас... Алё, мистер Сова? Мистер Сова? Пожалуйста, приходите в себя и летите домой. Сову нашли за 650 километров от Иркутска. Доставить её в Сент-Эк, где она временно живёт сейчас, было целой проблемой. Но настрой у Алёны был серьёзный. Птица нуждалась в помощи. Теперь пернатая находится в тепле и уюте, в доме, где её лечат, а также поят и кормят. После столкновения с машиной у совы обнаружили серьёзные повреждения – черепно-мозговую травму и смещение клюва. Сейчас ей лучше. В скором времени с помощью специального закрепляющего раствора – полигеля – птицы восстановят клюв. Самостоятельно она пока не ест и не пьёт, поэтому помогать пернатой приходится новой хозяйке. Алёна признаётся, что сначала было непросто, ведь привычный рацион хищной птицы – мыши. Можно ей приоткрыть клюв. Начинает давать. Большую часть времени сова проводит в гараже. Там у неё есть импровизированное гнездо, да и в целом много места, где можно спрятаться. Там пернатая гостья чувствует себя в безопасности. Она просто никак не реагировала вообще ни на кого. Она сидела на одном месте, глаз у неё не открывался, кровь текла. И, естественно, не пила ничего, не ела. Муж мне прислал видео, потому что его знакомые нашли саул. Я просто не смогла остаться равнодушной, потому что я понимала, что ей никто не сможет помочь. Кстати, эта птица – довольно редкий вид. Порода называется бородатая неясыть. В некоторых регионах она даже занесена в Красную книгу. В некоторых регионах действительно входит в Красную книгу. Хотя, на самом деле, совы, они, скорее, зачастую не столько редкие, сколько малоизученные. И, как бы это сказать одним словом, в общем, недостаточно хорошо видимые, скажем так. Алена надеется, что в скором времени сова восстановится и вернётся в лес. Элина Собейникова, Артура Щупкин. Новости сейчас.